Можем начинать? Добрый вечер всем. Да, да, добрый вечер. И еще раз здравствуйте, меня зовут Ксения, и мы рады приветствовать всех на очередном вебинаре Школы пациента Мамологику. Наша сегодняшняя встреча посвящена новейших достижениям медицины в сфере терапии рака молочной железы. И позвольте представить наших спикеров. Сергей Попович, радиолог-мамолог, главный врач мамологического отделения Диагностического центра и видео в Гамбурге и, собственно, создатель проекта Мамологику. А также наш специальный, ожидаемый, любимый гость Олег Глуз, приват-доцент, онколог, хирург-мамолог, главный врач мамологического центра в Мюнхен-Гладбахе и директор научно-исследовательского отдела Западно-Германской исследовательской группы. Коллеги, передаю вам слово. Да, спасибо. Спасибо, Ксюша, большое. Олег, привет. Очень рад тебя видеть. Два года прошло, как один день. Я посмотрел наше последнее интервью. Мы с тобой, по-моему, чаще видимся онлайн, чем оффлайн, а по крайней мере дольше. Это приятно. У этого могут быть разные причины. Да, да, да. Слушай, ну, на самом деле времени у нас мало, тем интересных много. Я думаю, что, наверное, сразу же мы приступим к интересному. За последние три-четыре месяца было два больших конгресса, европейский, американский. Я послушал твое интервью после конгрессов тоже, и шла речь. Я бы хотел с этого начать, чтобы, знаешь, как-то вот пойти в тему. Начать как раз с раннего рака молочной железы. И один из самых частых вопросов – это антигормональная терапия, кому, когда. Но скажи, изменился ли наш подход, ну, я не скажу за последние два года, но, может, за последние годы, как раз к этому виду рака молочной железы? Наверное, такой вот вопрос бы общий, я бы хотел начать с него. Ну, спасибо, Серёж. Я думаю, что не настолько изменился. Мне кажется, что это, наверное, не совсем верно было бы сказать. Скажем так, мне кажется, что раньше мы немножко, говоря о гормонозависимом раке груди, говорили о трипл-негативном раке, мы говорили о херплопозитивном раке. Это были для нас какие-то такие проблемные раки. А гормонозависимая опухоль шла последние годы немножко параллельно. Ну, как бы там ничего не происходило, если скажем так, да. Вот, как бы там мы последние годы, лет 10, дискутировали очень активно на тему, нужна ли нам химиотерапия или не нужна химиотерапия. Ну, и фактически, как бы вот этот вопрос занимал нас последние там 10-15 лет. А сейчас действительно происходит следующая ситуация или даже несколько процессов. То есть, во-первых, мы много лет, чтобы быть даже точным, последние 18 лет, стандарт антигормональной терапии не изменялся в адювантной ситуации, в послеоперативной ситуации. И фактически мы только сейчас получили первые медикаменты, которые, как бемоциклипы, скоро очевидно рипоциклип, да, вот, которые открывают дополнительные опции антигормональной терапии при гормонозависимых опухолях, по крайней мере, в более высоких стадиях заболевания, во второй, во второй, в третьей стадии заболевания. Вот, поэтому с этой точки зрения действительно наконец что-то произошло, как я сказал, за последние, там, за последние примерно, там, 18-20 лет. Вот, и сейчас, ты уже упомянул, как бы, да, последние конгрессы, да, и сейчас вдруг появляются какие-то совсем новые направления, о которых мы вообще последние годы совсем не говорили, да. Мы всегда говорили последние годы, что, допустим, иммунная терапия при гормонозависимом раке груди ничего не потеряла. Это было наше, так сказать, такое дежурное-дежурное высказывание, так. Вот, а сейчас начали действительно появляться... Садится в виду, что она не нужна. Она не нужна, да, то есть она не нужна, она не имеет никакой эффективности. При трипл-негативном раке груди она имеет большое значение, как бы, да, при гормонозависимом нет. И тут действительно сейчас начинают появляться совсем другие результаты, которые показывают, что тоже, да, очевидно, есть определенная группа пациентов, где иммунная терапия имеет значение. Почему я, собственно говоря, все это веду, да, что вдруг из опухоли, которой мы последние 20 лет говорили, ну, как бы, там ничего не происходит и все понятно, сейчас возникает очень много новых вопросов. Какие-то из них уже сейчас заходят в клинику, как я сказал, это, допустим, тот же самый обемоциклип или рибоциклип. Какие-то еще сегодня не заходят в клинику. Это все еще тема клинических испытаний. Но вдруг мы начинаем говорить, что все становится совсем, не совсем не таким простым, как мы думали последние годы, да. То есть я же говорю, поэтому тут немножко нужно нам держать баланс, да, между тем, как говорится, что новое в науке, а что действительно релевантно сегодня для пациентов. А вот ты упомянул иммунотерапию. Можешь чуть-чуть подробнее, какую роль она сейчас играет и для кого она, возможно, как бы, компт инфрага, я знаю, что... Тут ты встречаешься с проблемой немецкого СК, я понимаю. Нет, опять-таки, тут я одно предложение заранее скажу, потому что оно надо, да. То есть как бы при трипл-негативном раке груди на сегодняшний день при оперативной химиотерапии в сочетании с иммунной терапией является абсолютным стандартом для пациентов с опухолью больше 2 сантиметров или пораженными лимфоузлами. У этих пациентов мы стандартно сегодня, по крайней мере, в условиях Европы, скажем так, делаем химиотерапию плюс иммунная терапия, да. Вот, значит, при, как я сказал, при гормонозависимом раке она до сегодняшнего дня значения не имела. Вот, и сейчас появились два клинических испытания. Они были представлены на Европейском конгрессе онкологии, которые у пациентов с агрессивной формой рака груди, я подчеркиваю, с агрессивными формами гормонозависимого рака груди, проверяли при оперативную химиотерапию, которая была показана в этих ситуациях, потому что у пациентов были поражены лимфоузлы и агрессивная опухоль, допустим, так, и они проверяли химиотерапию без или с иммунной терапией. Вот, и тут происходит следующая ситуация. То есть химиотерапия была все равно? Химиотерапия была всегда, то есть как бы здесь не идет разговор о том, может ли иммунная терапия заменить химиотерапию, здесь идет разговор о том, как сделать химиотерапию, когда она нужна, то есть, да, если при гормонозависимом опухоли, мы говорим, 80% случаев, очевидно, химиотерапия вообще не нужна, да, а примерно там в 20-30% случаев она нужна. Вот если она нужна, то как ее лучше всего делать, если вот так его простить, да. И у этих пациентов действительно, по крайней мере, если мы смотрим на то, у какого процента пациентов не было больше опухоли после преоперативной химиотерапии во время операции, то действительно иммунная терапия в сочетании с химиотерапией нам порядок повышала эффективность химиотерапии. То есть количество пациентов без опухоли во время операции с так называемой патологической полной ремиссией фактически примерно в полтора-два раза было выше. Много вопросов остается. Естественно, мы не знаем, будет ли это иметь эффект на выживаемость пациентов или это только эффект на саму опухоль, а не эффект на снижение риска метастазирования. Но, безусловно, это сигнал. Это что-то, о чем мы сейчас серьезно говорили. Это, допустим, ставит под вопрос очень многие будущие концепты, каким образом вообще выглядит будущее лечение агрессивных форм рака груди, гормонозависимого рака груди. Потому что мы действительно в этой ситуации будем иметь ситуацию, что у нас есть опция того же самого, предположим, обемоциклиба, у нас будет опция гормональной терапии, у нас будет опция химиотерапии, у нас будет опция иммунной терапии. То есть это немножко будущее, которое, кажется, сегодня еще не для всех наших слушателей имеет большое значение. Но, тем не менее, я просто хочу чуть-чуть апеллировать к тому, что такое вполне может быть, что то, что мы сегодня с тобой обсуждаем в плане лечения рака гормонозависимого рака груди, завтра будет выглядеть уже немного иначе. На сегодняшний день основными вопросами становится, какая антигормональная терапия, каким пациентам надо к антигормональной терапии добавить дополнительный медикамент, каким пациентам нужна химиотерапия. Ну и то, чем я много лет занимаюсь, да, у каких пациентов можно уже до операции выяснить, насколько у них работает антигормональная терапия. Если, предположим, 2-4 недели до операции давать антигормональную терапию, уже фактически на опухоли видеть, работает она или нет. Просто я немножко показываю вот этот такой квадрат, назовем его так, да, внутри которого мы действительно должны решать, какая терапия нужна пациентке. И, ну, скажем так, мне кажется, что сейчас действительно происходит в этой области очень много. То есть я так понимаю, что у нас будет определенная более четкая селекция пациентов до операции, да, то есть мы поймем, какие пациенты могут получать вот эту преоперативную антигормональную терапию, кому может быть нужна дополнительная иммунотерапия. И вот насколько я помню, важный такой момент, ПДЛ-статус для иммунотерапии, насколько она будет важна вот у пациентов, это было скорее трипл-негативный, да, там вот определяют часто. Здесь это есть момент или… Очень, очень, очень интересная история, да, как бы мы немножко идем уже в глубину, вот, при трипл-негативном раке действительно, как и, предположим, при других опухолях, как, предположим, при раке легкого и так далее, так, вот, ПДЛ-1 статус в метастазированной ситуации трипл-негативного рака играет очень большую роль. То есть пациенты реагируют на иммунотерапию фактически только в случае, если опухоль имеет этот ПДЛ-1 статус на поверхности. Парадоксальным образом, в раннем, в раннем трипл-негативном раке груди этого эффекта обнаружено на сегодняшний день не было. Иммунотерапия действует как при ПДЛ-1 позитивных, так и при ПДЛ-1 негативных опухолях. Вот, мы не можем это на сто процентов объяснить, очевидно, это потому, что ранний рак более динамичный, можно сейчас обо многом говорить, это абсолютно сейчас даже не важно. Вот, но это так. А вот при гормонозависимых опухолях кажется, как будто опять ПДЛ-1 статус будет играть определенную роль. Но еще раз раз говорю, то есть, как бы там еще много вопросов остается открытым, для чего эти данные относительно иммунотерапии уже сейчас, мне кажется, очень интересны. Мы в рамках комиссии по определению стандартов лечения об этом уже немножко дискутировали на последних выходных. Максимальный эффект, который мы видим у пациентов с гормонозависимой опухолью, это пациенты, у которых очень низкий статус эстрогенового рецептора. То есть, как бы если мы смотрим на патологический результат, гормонозависимая считается опухолью, у которой эстрогенового рецепта 10% или 5%, и у которой эстрогенового рецептора 100%. Но биологически между этими двумя пациентами огромная-огромная-огромная-огромная разница. Вот, огромная-огромная разница. Вот, поэтому ситуация выглядит таким образом, что вот, допустим, у пациентов с очень низким статусом эстрогенового рецептора иммунотерапия на порядок повышала эффективность химиотерапии. На несколько порядков даже. И эти пациенты уже сегодня есть в рутине, поэтому если вдруг среди наших слушателей, предположим, есть пациенты, у которых опухоль, предположим, в районе тех же самых 5% эстрогенового рецептора или 10% эстрогенового рецептора, то у этих пациентов мы видим, то есть как бы в этом случае действительно нужно дискутировать со своими онкологами на тему того, если, предположим, в ранней ситуации они получают химиотерапию до операции, там мы уже сейчас начинаем действительно включать иммунную терапию в наш терапевтический концепт. Идет речь про пембролицумаб? Да. Пембролицумаб, окей, хорошо, спасибо. Еще хотел бы задать один вопрос, мы уже сказали про CDK4-6 ингибиторы, то есть дополнительное то, что ты говорил, до последних 18 лет произошло. Можешь коротко сказать по этим препаратам, вот об эмоциклипте упомянул, где он играет важную роль? Значит, ситуация тут следующая, значит, у об эмоциклипа у нас есть уже на сегодняшний день даже пятилетние данные, то есть достаточно, скажем так, достаточно прочные данные, что у пациентов, у которых больше четырех положительных лимфоузлов или от одного до трех положительных лимфоузлов и агрессивная опухоль или опухоль больше пяти сантиметров, то есть фактически, можно сказать, три группы пациентов, да, больше четырех лимфоузлов или от одного до трех лимфоузлов с этими дополнительными факторами, так. Добавление об эмоциклипа к антигормональной терапии, об эмоциклип дается на два года, действительно, реально снижает риск метастазирования примерно на треть. И эти данные были представлены, я же говорю, пятилетние данные были сейчас представлены на ЭСМА. Вот, данные действительно выглядят очень, скажем так, очень уверенно. Второй медикамент, который сейчас, очевидно, в районе лета будет зарегистрирован в Европе, это рибоциклип. Рибоциклип пошел по немного другому пути, или компания Навартис, которая его производит, они более широко сделали клиническое испытание, не только пациенты с, скажем так, с очень агрессивными опухолями или больше 4 лимфоузлов, а также фактически пациенты, фактически все пациенты со стадии 2 и 3, то есть как только опухоль больше 2 сантиметров, даже без пораженных лимфоузлов могли участвовать в этом клиническом испытании, в случае, если пораженных лимфоузлов не было, то пациенту надо было иметь размер опухоли больше 2 сантиметров и какой-нибудь еще фактор риска, то есть, допустим, считался даже КИИ-67 больше 20% уже считался фактором риска, то есть на самом деле, в принципе, группа пациентов с очень, скажем так, от среднего до высокого риска рецидива. Вот, и эти пациенты получали этот медикамент рибоциклип, который давался на 3 года, не на 2 года, как обемоциклипа на 3 года, и этот медикамент, мы сегодня имеем данные примерно после 3 лет наблюдения, то есть еще достаточно ранние данные, пациенты только фактически закончили эту терапию, вот, и мы видим у этих пациентов действительно, что риск рецидива тоже снижается в районе примерно на 25%, если так грубо сказать, так. Вот, почему это, с одной стороны, интересно, потому что это открывает опции медикаментов и для дополнительных групп пациентов, так, и, безусловно, у нас, безусловно, есть проблема, особенно у пациентов с паразронными лимфоузлами, я сейчас слово скажу, пациент с паразронными лимфоузлами, размер опухоли 4 сантиметра, молодая пациентка, то есть как бы сумма факторов, где мы не имели опции, допустим, работать с обемоциклипом, я считаю, что для этой группы пациентов это однозначно расширение терапевтического спектра. Насколько, естественно, это будет ситуация, что это будет опция для очень многих пациентов, потому что, как ты прекрасно понимаешь, пациентка с опухолью 2,1 сантиметр, без пораженных лимфоузлов, с немного повышенным делением клеток, там, КИ-67 в районе 25%, это намного большая группа пациентов. Насколько этой группе пациентов действительно этот медикамент нужен и насколько и как будет выглядеть действительно как бы текст, разрешительный текст для применения, который, я же говорю, мы ожидаем в районе июля, тут надо еще будет посмотреть, так? Но я считаю, что для группы пациентов, скажем так, с повышенным риском рецидива, эта группа медикаментов однозначно является новой серьезной опцией, которая, безусловно, нам в клинике тоже в той или иной ситуации поможет. И, очевидно, она поможет той или иной пациентке, где мы вчера были, быть может, не до конца уверены делать химиотерапию или нет, потому что эффект химиотерапии какой-то, ну, небольшой, скажем так, да, очевидно, для какой-то группы пациентов эти медикаменты будут хорошей опцией, быть может, даже заменить химиотерапию, потому что мы скажем, окей, у нас есть теперь опция более оптимальной, антигормональной терапии, это то, чем, как бы, эти клинические испытания еще идут, которые проверяют химиотерапию или как альтернатива, или как альтернатива эта опция. Ну и чтобы завершить уже ранний рак молочной железы, мы знаем, что есть часто ситуации, когда у нас не просто гормон зависим, но и херцептин позитивный рак молочной железы, и вот много вопросов, ну, было пару вопросов по поводу кацайлы, по поводу постнеодевантного лечения, есть ли здесь какие-то изменения, может быть, когда нам его рекомендовано применять, я знаю, что вот в Сан-Антонио тоже было интересное исследование, можешь два слова вот по этому препарату? Это очень важный вопрос, потому что на самом деле с ним связан второй очень важный вопрос. Ситуация выглядит следующим образом, что из-за ранних результатов по так называемой кецарии, или медикамент, который называется ТДМ-1, фактически мы в 2018 году, по крайней мере, я говорю, в условиях Европы, однозначно поставили проведение при оперативной химиотерапии на первое место. То есть мы сказали, что пациенты с ХЕР-2-позитивным раком груди фактически в обязательном порядке должны получать химиотерапию плюс анти-ХЕР-2-терапию до операции, по крайней мере, начиная с размера опухоли 2 см и выше, или пораженные лимфоузлы, это как бы стало нашим абсолютным стандартом, для того, чтобы в случае отсутствия полной патологической ремиссии дать медикамент кецайла. То есть фактически кецайла является стандартом в случае отсутствия полной патологической ремиссии, но для того, чтобы ее обнаружить, естественно, тебе надо обязательно делать тогда химиотерапию до операции, а не после операции давать химиотерапию. Проблема этой рекомендации заключалась в том, что мы не имели данных по выживаемости пациентов, мы имели только данные по снижению риска рецидива, но мы не имели, они были однозначные, то есть примерно 50% снижения риска рецидива, но мы не знали, насколько действительно пациенты дольше живут. И мы действительно достаточно долго ждали следующих результатов, то есть с 2018 по 2023 год, начали уже чуть-чуть сомневаться, результаты пришли, и слава богу, для всех пациентов и для всех нас они позитивные, и они однозначно позитивные. То есть фактически при оперативной терапии и применение кицайла в случае отсутствия полной патологической ремиссии не только на 45% снижает риск рецидива, а и дополнительно еще и действительно реально примерно на треть снижает риск смертности, то есть как бы абсолютная разница примерно 5%, вот относительная разница примерно одна треть, то есть как бы это однозначно очень серьезные, очень серьезные цифры. Я уже вижу в чате пришел первый вопрос, я его, если могу, адресирую. Вот, вопрос очень правильный, что действительно у пациентов, которые получали химиотерапию до операции, поскольку это клиническое испытание шло примерно с 2013, по-моему, с 2013-2014 года по 2016 год, шло в интернациональном контексте, и к этому моменту действительно медикамент пертузумат не был еще зарегистрирован во многих странах для преоперативного лечения рака груди. На сегодняшний день действительно применение химиотерапии плюс тростузумаб и пертузумаб, как преоперативной химиотерапии, является нашим стандартом, опять-таки в условиях, по крайней мере, в европейских или американских условиях. Теперь происходят два вопроса. Вопрос первый, можно ли эти результаты, которые мы имеем по кетсайле, грубо говоря, правильны ли они относительно ситуации, что пациенты до операции получали не только тростузумаб, а и тростузумаб и пертузумаб, это первый вопрос. И тут я вернусь сейчас как раз к этому вопросу. Если мы смотрим на подгруппы пациентов, я же говорю, примерно 25% получали пертузумаб и тростузумаб до операции, мы видим следующую ситуацию, я же говорю, это относительно небольшая группа пациентов, примерно 200-200 пациентов, но результат у этих пациентов колоссально хороший. То есть фактически пациенты, которые получали тростузумаб и пертузумаб, а потом получали TDM1, результат этих пациентов примерно на 10% лучше, что касается риска рецидива, чем пациенты, которые получали до этого только тростузумаб, а потом TDM1. То есть фактически ситуация, что пациенты получали разные медикаменты, это однозначно хорошо очевидно для пациента, и очевидно мы имеем таким образом самое оптимальное лечение для пациента. Второй момент, который абсолютно верно был задан уже в чате, что действительно это клиническое испытание сравнивало, контрольная группа пациентов была не только тростузумаб-пертузумаб, а только тростузумаб. И можно было бы аргументировать, что если бы пациенты получали в контрольной группе двойную антихер-2 блокаду, быть может результат TDM1 был бы не столь хороший, как он есть. Это действительно безусловно справедливый пункт, но тут надо опять вернуться к двум моментам. Момент первый, у пациентов без пораженных лимфоузлов пертузумаб не показал какое-либо вообще улучшение выживаемости пациентов. То есть фактически этот аргумент, он правильен только для пациентов с пораженными лимфоузлами, у них действительно было бы интересно узнать, каков прогноз пациентов, которые бы получали тростузумаб-пертузумаб в контрольной группе. Но опять-таки по сумме факторов, я считаю, если я смотрю на эти все результаты, мое ощущение таково, что если пациент получал уже тростузумаб-пертузумаб до операции у него, есть остаточная опухоль, то я считаю, что намного умнее перейти в другом, грубо говоря, на другой концепт и работать тогда действительно с тем же самым TDM1. Поэтому я думаю, что эти результаты в общем переносимы на нашу клиническую рутину и в общем я считаю, что действительно мы и с ними достигаем оптимальных результатов. В особенности, если опухоль очень высоко, HER2-позитивная, то есть как бы естественно не каждая HER2-позитивная опухоль одинаково позитивна. Одна опухоль очень позитивна, вторая опухоль где-то в среднем. В среднем плане у позитивных опухолей результаты по кицале были, я считаю, настолько хорошие, что я даже не уверен, что можно что-то улучшить. И мне кажется, следующий момент, и о нем я хочу все равно сказать, потому что следующий вопрос пришел в этом же направлении. Безусловно, что если есть пациент, у которого опухоль 2,2 см без положенных лимфоузлов или даже с одним пораженным лимфоузлом, и по каким-то причинам пациенту сначала была сделана операция, а потом давалась оптимальная химиотерапия в сочетании с оптимальной антихердва терапией, то есть неважно тростузомап без пораженных лимфоузлов или тростузомап, пертузомап с пораженными лимфоузлами. Прогноз, если честно сказать, настолько хороший, что в принципе можно в этой области не сильно переживать, грубо говоря, вот в области вот этих средних, ну я бы сказал бы так, среднего риска рецидива, мне кажется, там можно не очень сильно переживать на тему того, если вдруг какая-то пациентка получила не приоперативную терапию, а послеоперативную терапию. Для опухоли, действительно, с высоким риском рецидива, опухоль 5 см, несколько пораженных лимфоузлов и так далее, я считаю, что этого действительно происходить не должно, эти пациенты действительно должны проходить обязательное лечение приоперативной. Так, я смотрю тут еще вопрос, ну давайте, друзья, мы сначала все-таки попробуем идти... Ты фокусируешь. Я фокусирую, я фокусирую. Хорошо, тогда это было мое такое видение, я хотел сделать его минут 10-15, но получилось как есть. Тогда... Да, пойдем. Ну я считаю, это важно было проговорить, потому что, действительно, это то, что сейчас обсуждается, те исследования, которые проходят, они, наверное, вот как говорится, с понедельника не изменят, да, нашу тактику, но они, может быть, как-то сделали наши, ну или там, ваши онкологические рекомендации более уверенными и, так сказать, более имеют такую базу какую-то получить. Вопрос такой, когда, на ваш взгляд, произойдет активный переход рядовых врачей на неодевантную гормонотерапию вместе неодевантной химиотерапией при операбельном раке молочной железы? Вот такой вопрос, как можно у него... Что, это очень сложный вопрос, как бы на сегодняшний день есть страны, которые очень активно принимают, применяют неодевантную эндокринную терапию, есть страны, которые действительно в этом плане осторожны более, мне кажется, что это очень, это сумма, сумма всяких разных факторов культурных, организационных и т.д. и т.п. да, то есть, это длинная дискуссия, о которой можно долго говорить. глобально надо задать немножко вопрос с другой стороны, так, мне кажется, что есть гормоны, гормоны, гормонозависимые опухоли, которые однозначно требуют антигормон, которые однозначно требуют химиотерапию, так, вот, и у этих опухолей мы действительно, я считаю, делать, мы делаем абсолютно правильно, если химиотерапия дается перед операцией, да, я подчеркиваю, это та опухоль, где я не сомневаюсь в плане того, давать пациенту, давать пациенту химиотерапию или не давать пациенту химиотерапию, так, вот, проблема заключается в том, что, к сожалению, очень часто при оперативной химиотерапии, потому что кто-то смотрит на размер опухоли или на факт одного пораженного лимфоузла, которые не являются предикторами эффективности химиотерапии, надо просто назвать вещи своими именами, так, опухоль 2,2 см, не агрессивная опухоль, не требует химиотерапии, опухоль с одним или двум пораженными лимфоузлами, в особенности у пациентов, которые старше 50 лет, которая не агрессивная опухоль, по тому всему, что мы видим на сегодняшний день, не требует химиотерапии, и тут происходит самый главный пункт, что я вижу, действительно, быть может немаленькую опухоль, или я вижу одну или две, один или два лимфатических лимфоузла, я в этот момент автоматически, потому что мы действительно так много лет делали, так, и автоматически я говорю, о, опухоль большая, о, есть пораженный лимфоузел, о, тогда я делаю химиотерапию до операции, вот этот рефлекс должен как бы заканчиваться, мы фактически должны пытаться уже до операции максимально точно определить, сидит передо мной пациент, которому нужна химиотерапия, или сидит передо мной пациент, которому, по крайней мере, по тем данным, которые у меня есть сейчас, не точно нужна химиотерапия, вполне может быть, что после операции я выясню пациента больше, чем 4 положительных лимфоузла, и я не могу пройти мимо химиотерапии, вот, вот этот вопрос, он самый фактический главный, если я до операции выяснил, что передо мной пациент, которому не нужна химиотерапия, то я действительно Я, конечно, могу абсолютно спокойно возвращаясь к вопросу, делать и преоперативную эндокринную терапию, дабы, предположим, уменьшить опухоль и ее лучше оперировать. Это абсолютно не вопрос. Но поскольку этот вопрос показаний химиотерапии, к сожалению, очень сложный вопрос, действительно он сложный, то поэтому, конечно, многие очень осторожны с темой давать пациенту до операции неодевантную эндокринную терапию, еще не до конца зная, не нужна ли пациентка химиотерапия. Поэтому вопрос, действительно, нетривиальный. Следующий вопрос у нас. Онкомаркеры. Высокие показатели онкомаркеров. Пациентка на таргетной гормональной терапии 4 месяца чувствует себя хорошо, но вот онкомаркеры не падают. Может ли это как-то беспокоить или это нормальная ситуация? Нужно на это обращать внимание или нет? Я понимаю вопрос в метастазированной ситуации. Так, таргетная гормональная терапия. Тут про метастазирование ничего не стало. Потому что я говорю, то есть, как бы, в принципе, онкомаркеры, онкомаркеры, так сказать, в ранней ситуации не рекомендованы к применению, несмотря на то, что половина мира их применяет, потому что как-то всем хочется как-то контролировать ситуацию. Но, объективно говоря, это так. Вот. В метастазированной ситуации факт такой. Если маркеры не падают, это еще не показатель ничего страшного. Если маркеры растут, безусловно, надо смотреть на повторение радиологических исследований, как компьютерная томография и так далее и тому подобное, дабы понять, есть ли прогресс заболевания или нет. Но факт не падения, то есть, фактически стабилизация маркеров само по себе, это уже неплохо, скажем так. Такой более общий вопрос. Что нужно делать, чтобы избежать рецидива? Что зависит от пациента? Что пациент может делать самостоятельно? Это, скажем так, наверное, вопрос, который в клинической рутине задается мне, объективно говоря, чаще всего. И есть короткий ответ, вы ничего не можете делать. Длинный ответ, безусловно, конечно, вы можете что-то делать, потому что, безусловно, здоровый образ жизни после диагноза рака груди, то есть, как здоровое питание, и я под этим не подразумеваю не полный отказ от сахара или полный отказ от мяса, а просто здоровое питание с большим количеством оливкового масла, овощей, рыбы и так далее. Плюс модератный спорт три раза в неделю, три раза в неделю до, мы всегда говорим, до уровня, когда вы начинаете потеть. Вот, эти две, эти две, эти два фактора, безусловно, снижают риск рецидива на порядок, так? Вот, это единственное, фактически, что вы можете действительно, как пациент, реально сделать. То есть, как пациент вы можете фактически реально только помнить о том, что вам вовремя надо сходить на маммографию и на УЗИ, вот, и вести более или менее здоровый образ жизни, естественно, вместе с применением тех медикаментов, которые ваш лечащий врач посчитал в вашем случае правильным. Да, ну, тоже такой вопрос, какой процент рецидива при херцептим позитивном раке молочной железы? Да, вопрос, зависящий от огромного количества факторов, да, то есть, как бы, как изначально в стадии опухоли, так и, предположим, если делалась преоперативная терапия, значение патологической ремиссии, потому что надо прямо назвать один простой фактор, да, что опухоль 3 сантиметра размером с двумя пораженными лимфоузлами с патологической полной ремиссией имеет намного лучший прогноз, чем опухоль с 1,9 сантиметра опухолю, которая получила преоперативную терапию без пораженных лимфоузлов, но абсолютно не среагировала на преоперативную терапию. Поэтому это, как бы, сумма факторов, где общий ответ, к сожалению, невозможный. Какое лечение может быть следующим, например, после рецидива, если не сработали ингибиторы ЦТК-4,6 плюс ингибиторы ароматазы? Ну, если я бы знал бы ответ на этот вопрос, я был бы очень богатым человеком, потому что, по крайней мере, я знаю минимум две фирмы, которые заплатили бы мне невероятные деньги, если я бы дал ответ на этот вопрос, так. Как вы уже понимаете, ответа нет. Более или менее толковых данных нет. Эти данные будут фактически сейчас только появляться по мере того, что у нас появляются пациенты, у которых происходит метастазирование, несмотря на применение того же самого обеимоциклиба. В Сан-Антонио мы увидели первые действительно оптимистические результаты по применению более или менее неплохо переносимых так называемых ингибиторов ПИА-3К. Это то, что, быть может, где-то в следующем году будет заходить в рутину, поэтому сейчас такого как бы четкого ответа его не будет. Это зависит от времени, которое прошло после заболевания. Поэтому тут надо, как говорится, посмотреть. Тут следующий блок вопросов, это такие более частные вопросы. Давай попробуем, может быть, если есть какие-то общие ответы на них, или, может быть, более конкретные. И пациентка спрашивает, в нашем он-концентре есть практика замены одного токсана на другой в рамках АХТ-ДЦ. План 6 курсов начали с паклитоксела, затем 2 раза докситоксел и опять за неимением паклитоксел. Можно ли надеяться на эффективность такой химиотерапии или отказываться? Херцептин позитивный рак молочной железы. Т1 и 0 и 0, таргетная терапия тростуцумаба. Важно просто ваше мнение. Ну, скажем так, то есть, как бы глобально сказать, какой токсан, очевидно, не важно. То есть, если мы смотрим на эффективность доцитоксела и паклитоксела, они похожи. Самое главное, что тот человек, который меняет токсаны, должен просто понимать, в каком режиме еженедельном, трехнедельном и так далее это делается. Глобально, если посмотреть, трехнедельный доцитоксел работает примерно так же, как еженедельный паклитоксел 80 мг на квадратный метр. Протокол лечения тройного негативного рака молочной железы в Германии на данный момент при профилактической адювантной химиотерапии и облучении опухоль удалили случайно в ЭТ1, Л0, Р0 и так далее, 8 мм, Г3, пациентке 45 лет. Это врач задает вопрос. Ген мутации не обнаружено. Терапия 4ЕЦ плюс 12 паклитоксела и кармоплатин. Вопрос. Каковы перспективы в Германии расширения протокола трипл-негативного рака за счет определения подтипов? В скобках сейчас не определяют. Введение кикг-груби в протокол выше, например. Сейчас только неодюбант больше 2 см при метастазах. Временные рамки для изменения актуального протокола? В скобках меня лечат, а нет, пациентка все-таки, меня лечат согласно существующим нормам, но нет возможности, в кавычках, целевого лечения или возможности определить, реагирует ли опухоль. Скажем так, фактически ответ на вопрос в последнем предложении, он заложен. Действительно, когда опухоль удалена, действительно проверить эффективность невозможно. Но я бы начал с другого пункта. Значит, при 8-мм опухоли без пораженных лимфоузлов, очевидно, очень много путей ведут в Рим. Я бы сказал так. То есть, есть коллеги, которые идут по максимальному пути, как предположим, 4 цикла ЭЦ и 12 циклов по клетоксил-карбоплатин. Это, безусловно, очень эффективная терапия, которую вы получаете, которая очень эффективная. Есть многие люди, которые считают, что при 8-мм опухоли, потому что не надо забывать одного факта, даже без химиотерапии прогноз этих пациентов в районе 90%, надо называть вещи своими именами. Поэтому многие считают, что 12-18 недель по клетоксил-карбоплатин вполне достаточно. Это китайские коллеги, допустим, показали схему, которая действительно очень эффективна. Наши результаты примерно в этом же направлении. Поэтому, если говорить об опухоли 8 мм, я немножко сомневаюсь, что в какой-то момент кейт-руда, в дополнение еще ко всей этой химиотерапии, которая была задана, что это в какой-то момент станет опцией, потому что просто, я же говорю, наш прогноз уже очень-очень хороший. Но эффективность иммунной терапии при 3-пол-негативном раке груди как просто адювантной терапии, очевидно, очень небольшая. В сан-натониуме мы увидели первые результаты по другому медикаменту, по отезолизумапу, где мы не видим абсолютно никакого эффекта, если мы добавляем иммунную терапию к химиотерапии в послеоперационном лечении. Даже у пациентов с пораженными лимфоузлами прогноз был чуть ли не, чуть хуже даже. Поэтому, я же говорю, на тему того, вообще нужна ли адювантная фаза иммунной терапии или, самое важное, это не адювантная фаза до операции, тут на эту тему ведутся огромнейшие дискуссии в мировом сообществе. Поэтому, я же говорю, я думаю, что у этих маленьких опухолей нам надо думать скорее в направлении того, если мы думаем об иммунной терапии, то тогда нам надо забирать часть химиотерапии, и тогда, быть может, иммунная терапия может компенсировать частично химиотерапию. Мы будем начинать буквально в следующем месяце именно у этих пациентов клинические испытания, где мы будем смотреть на 12 недель новыми медикаментами, так называемыми антибоди-драг коньюгатами в сочетании с пембролизумабом или без пембролизумаба. Наша идея, что 12 недель при оперативной терапии у этих пациентов быть может достаточно. Но, еще раз говорю, это все будущее, поэтому это не на сегодняшний день. Такой вопрос, значит, пациентка в 2021 году была операция, 60 лет, G2, эстроген 8, прогестерон 7, 67-15 процентов. После операции с 12 удаленных лимфовугол 4 были поражены. Пью аримидекс плюс кальций, витамин D, деносумаб раз в полгода. Химию не назначили, он катать не сдавал. Вопрос, собственно говоря, такой, сколько лет принимать деносумаб, у меня остеопороз. И второй вопрос, по немецким протоколам химию назначают в моем случае? Давайте, опять-таки, начинаем с последней части. Так, значит, обсуждать в 2024 году, что должно быть назначено в 2021, я считаю, неэтично. Вот. То есть, действительно, как бы, если мы смотрим на международные стандарты лечения, при четырех лимфоузлах достаточно гомогенно, неважно, американские стандарты, европейские, мы говорим, что должна быть адювантная химиотерапия. Что не говорит о том, что мы всем пациентам ее делаем. Так, безусловно, есть всегда пациенты, особенно, быть может, чуть более пожилые пациенты с очень благоприятной биологией, где мы действительно говорим, особенно после актуальных результатов, которые мы увидели у пациентов от одного до трех лимфоузлов, где мы видим, что при благоприятной биологии эффекта особого химиотерапии нет. И, безусловно, это всегда теперь частый вопрос, который мне задается. У меня есть пациентка, у нее Г1, Г2, КАИ-67 от 0-10% и у нее четыре положительных лимфоузла. Вот почему я при трех бы не давал химиотерапию, в случае онкотайпа еще, ну, неважно, при Г1, Г2, при этой благоприятной биологии можно и без онкотайпа спокойно сказать, что это благоприятная опухоль. Да, а при трех лимфоузлах я бы не давал, а при четырех мне уже сразу надо давать. Безусловно, что это как бы серое поле, и поэтому я не хочу сказать, что это неправильно не делать химиотерапию. Я абсолютно уверен, там тоже есть пациенты, которым не нужна химиотерапия, какая-то часть этих пациентов, но мы их еще не можем точно, быть может, определить. Это одна часть вопроса. Вторая часть вопроса. Антигромональная терапия в этой ситуации рекомендуется семь лет. Вот. И надо объективно сказать, в случае наличия остеопороза, действительно, мы бы скорее бы говорили, если мы где-то даем ингибиторы ароматазы, как анастрозол, то скорее под защитой, неважно, либо бисфосфоната, либо ранг легантов, как денозумаба. То есть, поэтому я бы скорее тендировал к тому-то договорить то же самое проле раз в полгода и продолжение анастрозола на 7 лет. Вопрос. Молодая пациентка. Героника 30 лет. В августе 23-го году. Луминальный B. Гормонный рецептор позитивный. 100 эстроген 80 прогестеронки. 67-25%. Рецептивный отрицательный. Брака 1. Значит, Т2. 2,8 см. Н0, Н0. Подкожная двусторонняя мастектомия с реконструкцией. Мама принт. Хай риск. Прохожу дивантную терапию в режиме А4АЦ плюс 12П. Далее планируется антигромональная терапия. По поводу этого есть вопрос. Какой вариант предпочтительнее? Тамоксифен и авариальная супрессия или ингибиторы ароматазы и авариальная супрессия? Есть ли данные? Это первый вопрос. Могу сразу же второй прочитать? Он чуть длиннее по поводу беременности. Или ответишь на это сначала? Тут надо решить. Либо авариальная супрессия, либо беременность. Ну давай тогда я прочитаю. Если я планирую беременность и удаление яичников, могу ли я планировать ее через 3 года гормонотерапии, опираясь на позитив, далее продолжить и снова прервать для второй еще пару лет и после около 36 лет удалить яичники и снова продолжить терапию. Это реально звучит или пока из области фантастики? Очень переживаю насчет отдаленных случаев рецидивов через 25-30 лет с люминальными по типу ГО. Ну вот такой вопрос. У меня еще не занято место начальника планового отдела. Вы можете написать заявление на работу. Поэтому я, скажем честно, чуть более осторожен с подобным планированием. Честно признаюсь. Я бы начал с другого. Вы уже четко разобрались с ситуацией, Вероника. Вы видели результаты позитива. Мы сейчас увидели буквально в Сан-Антонио, мы увидели первые результаты относительно беременности у пациентов с BRC1 и 2 беременностью, которые были представлены Матео Ламбертини и были опубликованы в тот же день в джеме. Первая позитивная информация у этих пациентов. Риск рецидива не повышен в случае беременности. Поэтому даже в случае наличия BRC1 или BRC2 беременеть можно. Это первый пункт. Уже хороший. Вот. Пункт второй. Если мы смотрим на группу пациентов с 30-летней, у которых 30 лет, если пациентке до операции не было проверено эффективность антигормональной терапии тамоксифен плюс золодекс или ингибитор ароматаза плюс золодекс, то я бы однозначно сказал, без того, чтобы я знал, что тамоксифен работает, тогда моя рекомендация однозначно эксамистан плюс золодекс на следующие 5 лет. Так? Второй пункт. Третий пункт. Безусловно, по всем данным, которые мы видим сейчас, через примерно 3 года вы можете сделать паузу и попытаться забеременеть и т.д. и т.п. и потом снова начать антигормональную терапию. Вопрос двух беременностей, двух пауз и так далее. Никем на сегодняшний день не проверялся. Я честно должен, или по крайней мере я не знаю этих данных, можно так назвать это, да? Поэтому я бы сейчас бы вот в это планирование уже бы чуть, ну не очень охотно бы шел, да? Вот. На следующие 3 года я бы свое мнение сказал, да? То есть я бы делал таким образом, что я бы начинал золодекс практически уже бы и до химиотерапии, если называть вещи своими именами, да бы максимально тогда защитить яичники. Если этого не было сделано, ну значит не было сделано, тогда как бы, я же говорю, максимально рано начало золодексы, я бы сказал бы так, да? Продолжение золодексом эксамистан через 3 года посмотреть. И не забыть без фосфоната в виде золедроновой, вот золодекс вы уже принимаете, прекрасно. Вот. И не забыть после, когда вы будете принимать эксамистан и золодекс, золедроновая кислота раз в полгода я бы однозначно бы делал. И последний вопрос вот у меня, то, что было до эфира. Женщине 40 лет, T1, N0, N0, опухоль 13 мм, прогестерон 100, эстроген 100, то есть G2, K67 20%, анкотайп РС13, риск рецидива 4%, получают амоксифен и золодекс. Вопрос, как определить, достаточно ли 2 года золодекса или нужно 5? И второй вопрос, и нужны ли в этой схеме 2 года ингибиторов из предыдущего эфира? Это, наверное, твой эфир смотрели, и там что-то было про ингибиторов. То есть, смотрите, ситуация следующая. Значит, сколько лет нам надо делать блокаду яичников, к сожалению, тоже никто в мире не знает, так? То есть, одни клинические испытания делали 2 года, вторые делали 3 года, а третьи делали 5 лет, так? К сожалению, то клиническое испытание, которое проверяло 5 лет, самое большое в плане размера самого клинического испытания, почему мы и сказали в рамках рекомендации стандартов лечения, что мы говорим скорее 5 лет, просто потому, что я говорю, наибольшие данные по 5 годам. Если мы смотрим на все эти клинические испытания отдельно, то кажется, это все сравнимо. То есть, кажется, что очень сравнимо тамоксифен плюс золодекс, то есть 2 года, 3 года и 5 лет, так? Вопрос тамоксифен плюс блокада яичников или ингибитор ароматазы плюс блокады яичников, это реально сложный вопрос. В случае пациентов, которые моложе 35 лет, выглядит таким образом, что вроде как эксимистан, допустим, эксимистан плюс золодекс действительно реально эффективнее. Чем дальше, тем сложнее ситуация, так? Вот. Поэтому в 40 лет с опухолью, с рекоренскор 13 и Т1 опухолью, я же говорю, самое классное знать, конечно, до операции работает тамоксифен или нет, потому что тогда я был бы на 100% уверен, что пациенту нужен только тамоксифен плюс золодекс, да? Вот. А если я этого не знаю, то я бы сказал бы, очевидно тамоксифен плюс золодекс достаточно, если честно, при настолько небольшой опухоли. Все говорит в пользу того, что место ингибиторов ароматазы только при действительно высокой степени рецидива. Супер. И вот давай на два вопроса постараемся, у нас осталось буквально три минуты. Те, которые поступили, первые два вопроса поступили в наш чат. Эльвира и Лариса. Вот первый вопрос от Эльвиры. У меня эхерцептин позитивный опухоль была 2,2 см. Была первая операция, затем химиотерапия и таргетная терапия. Вопрос. Было ли правильно, что сначала была операция? Ну, собственно говоря, ты уже... Я ответил на этот вопрос, Эльвира. При 2,2 см опухоли без пораженных лимфоузлов это абсолютно окей, да? Вот. Даже если мы сегодня говорим от 2 см скорее при оперативное лечение, это абсолютно окей. Я еще раз просто хочу это 3 раза подчеркнуть. И, безусловно, у меня тоже есть пациенты, которые по каким-то причинам говорят, нам нужно сейчас сделать операцию, потому что это вот так подходит, да? Вот. При этой стадии я не... Я вообще не драматургирую, так? Я же говорю, если у пациентки 4 положенных лимфоузла и так далее, там уже у меня есть вопросы другого характера. И от Ларисы вот последний вопрос на сегодня. Диагноз херцептин, позитивная опухоль 2,2, тоже ки 16, лимфоузлы чистые. До операции начала принимать трассуцумаб и фемару. Динамика хорошая, опухоль после 4 курса уменьшила. Назначили полный курс 18, трассуцумаб. 18 курсов трассуцумаб и 5 лет гормонов. Какой может быть прогноз? Ну, извините, вот такие вопросы у нас сегодня. Это все очень сложно, как бы глобально просто надо помнить о том, что при хорошей, эффективной, если терапия хорошо работает, в стадии 1 очень хороший прогноз при хердно-позитивном раке. Давайте вот так сказать это закруглим, дабы не уходить в детали, потому что иначе это будет очень сложно. Супер. Олег, спасибо тебе огромное за такие подробные ответы, за действительно последние разработки. Ну и от меня, наверное, самый последний вопрос. Было ли что-то, что для тебя было прям таким вот, ну, как вау-эффектом за эти последние там полгода на этих двух конгрессах? Или все? Ужас, 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 ужас в моей жизни заключается в том, что у меня уже сложно, как говорится, вот этот вау, который раньше, безусловно, был, да, он, конечно, куда-то куда-то уходит. Я считаю, действительно, как бы, если честно говорить, мои вау-эффекты абсолютно не из области медикаментозной терапии, если честно. Так, вот, потому что мои вау-эффекты, это больше вопрос, у нас появляется все больше данных относительно того, что есть пациенты, у которых мы можем даже делать органосохраняющую операцию. Если пациент действительно получает, получает антигромональную терапию, если она работает, то, быть может, есть пациенты, которым нам не надо облучать, да, то есть очень низкий риск локального рецидива. Это, мне кажется, большой вопрос, который еще не до конца отвечен, но данные, которые у нас появились уже у пациентов, которые более помолодые, это важные данные. И для меня, как для оперативного онколога, безусловно, самые важные данные, которые были в Сан-Антонио, то пациенты, у которых были положительные лимфоузлы до неодевантной химиотерапии и после неодевантной химиотерапии эти лимфоузлы в порядке, что этим пациентам не нужно облучение лимфатических оттоков. Этот вопрос, который, то есть, это вопрос, который для нас, оперирующих врачей, очень важный, потому что это была вечная ситуация, что у тебя ситуация, что у тебя пациентка, у которой был один положительный лимфоузел, герцептин позитивный, у пациентки уже после первого цикла химиотерапии вообще уже нет ни опухоли, лимфоузел выглядит в порядке и так далее. Ты потом оперируешь, лимфоузлы абсолютно чистые, лучевые терапевты все равно говорят, нет, нам надо облучать все на свете. Безусловно, что если мы органы сохраняющие оперировали, грудь надо облучать, но не надо облучать лимфатические узлы, особенно в случае реконструкции, имплантаты и так далее. Для нас этот вопрос был действительно очень-очень большой. Мы очень сильно ждали этих данных и они показывают, что если гениально подействовала химиотерапия или таргетная терапия, то облучение уже не улучшает прогноз. Я считаю, что это действительно для пациентов реально большой пункт, даже вне зависимости от того, в каком сеттинге живут пациенты, Германия, Россия, Украина и прочее. Это действительно важный факт, важные результаты, которые сейчас появились. Я не буду тебя сейчас спрашивать, а если вдруг все-таки хорошо подействовало в груди, а остался один лимфоузел? Мы не будем сейчас. Лимфоузлы должны были быть в порядке для того, чтобы участвовать в клиническом воспитании. Спасибо большое, Олег. Спасибо, хорошего вечера и надеюсь, до новых встреч уже не через два года, а можно как-нибудь между и на конгрессе. Спасибо. Благодарим наших спикеров за такой познавательный эфир. Спасибо всем присутствовавшим и всем, кто посмотрит этот вебинар в записи. Чтобы узнать еще больше о методах диагностики и терапии рака молочной железы, пожалуйста, присоединяйтесь к школе пациента Момолоджикум. Если у вас остались какие-либо вопросы, вы всегда можете задать их в нашем телеграм-канале «Момолоджикум пациентам», в Инстаграм Сергея Поповича или же по e-mail info.sobaka.mamalogicum.com. Всю контактную информацию вы можете найти прямо сейчас в чате трансляции или в описании к видео, если вы будете смотреть этот вебинар в записи. Напоминаем также, что вы можете получить персональную консультацию любого из спикеров школы, в том числе Олега Глуза. Для этого нужно оставить заявку на нашем сайте school.mamalogicum.com. Ссылочку тоже можно найти в описании к видео или в чате трансляции. Еще раз благодарим всех участников и до новых встреч. Да, и простите, что не успели ответить на все вопросы, но был очень интенсивный эфир. Спасибо, всем хорошего вечера. До свидания. Спасибо, Олег, пока.